В эфире новости о мурской экономике со Светланой Вакулович. Здравствуйте! Полпредпрезидент на Дальнем Востоке Вектор Ишаев накануне положительно оценил ход работы по строительству космодрома Восточный. Основная стройка закипит к лету нынешнего года. По его словам, запланированный на 2015 год запуск космического аппарата состоится срок. Такие выводы высокий чиновник сделал, побывав на строеплощадке объекта вместе с Амурским губернатором Олегом Кожемяком. В настоящее время на Восточном ведутся строительные работы. Основная их часть будет развернута к лету нынешнего года. В 2012 году запланировано освоить более 14 миллиардов рублей. Около 12 миллиардов будет потрачено на строительство паркового и технического комплекса. А также комплексы для хранения компонентов ракетного топлива. Всего же, по словам заместителя председателя правительства области Константина Чмарова, на строительство Восточного и всей необходимой инфраструктуры требуется более 400 миллиардов рублей. На проведенном совещании были затронуты и проблемные вопросы. Как отметил Олег Кожемяка, генподрядчикам необходимо уделять большее внимание местным трудовым ресурсам при подборе кадров. А при размещении заказов ориентироваться на предприятия Амурской области. Уже сейчас на строительных площадках задействованы 133 единицы строительной техники и более 600 рабочих, свыше 70% из которых жители Амурской области. До конца этого года планируется привлечь до 2000 мурчан. Для проживания рабочих на территории стройки к апрелю нынешнего года на базе бывших военных казарм будет создано общежитие на 700 мест. К июлю еще одно на 1200 мест. Восточно-энергетическая компания заключила 25-летний контракт на поставку электроэнергии в Китай. Экспортировать по-новому начали уже с 1 марта. Планируется, что в 2012 году объем поставок российской электроэнергии в Китай превысит 2,5 млрд кВт-ч. В прошлом году общий объем экспорта электроэнергии в Китай составил 1,2 млрд кВт-ч. Техническая возможность для увеличения объемов экспорта появилась благодаря строительству новой ЛЭП-500 Амурской Хэйхэ. Согласно новому контракту экспорт электроэнергии в Китае будет осуществляться как по ЛЭП-110 и 120 кВт, по которым ранее осуществлялась приграничная торговля электроэнергии с Китаем, так и по новой ЛЭП-500 Амурская Хэйхэ. За 25 лет общий объем поставки ретировочно составит 100 млрд кВт-ч. Новый контракт на экспорт электроэнергии самый крупный по объемам поставок и самый долговременный за всю историю отношений компании с китайскими партнерами. Благовещенский винный завод может не получить лицензию на свою деятельность. По новым требованиям уставной капитала предприятий по производству алкоголя должен быть более 80 млн рублей. При этом еще в 1997 году в Преамуре работали три производителя алкоголя. Крупнейший из них – Амурский Кристалл. Ежегодное числение акцизов от деятельности этого предприятия равнялось 200 млн рублей. Общий объем производства от всех трех алкогольных заводов составлял ежегодно 500 тысяч гекалитров. Это при том, что заводы работали не на полную мощность, отмечают в Министерстве сельского хозяйства. Называют и причины, почему сейчас в области остался только винный завод. Сейчас в ассортименте винного завода более 40 номинований продукции. С 1997 года здесь начали выпуск водки. В 1998 на закрытой дегустации напиток получил серебряную медаль. Высоко оценили качество продукции винного завода и на международной ярмарке в Южной Корее. Кстати, в Дальневосточном аграрном университете прекращен набор технологов по виноделию и пивоварению. Сейчас на амурских прилавках алкоголь только из Новосибирска, Петербурга, Северной Осетии, Красноярска, Новокузнецка и Хабаровска. Сырьем «Амурский кристалл» обеспечивало его дочернее предприятие – Благовещенский спиртзавод. В 2009 году спиртзавод был признан банкротом. Предприятие осталось без рынка сбыта и лицензии и было продано с электронных торгов за 71 миллион 600 тысяч рублей. Изначальная цена лота составляла более 215 миллионов. При этом, по оценке специалистов, стоимость спиртзавода как минимум должна была составить 900 миллионов рублей. По неофициальной информации, возобновлять производство алкоголя новый владелец завода, Благовещенская ООО «ПСЖ-2», не собирается. Когда стоял вопрос о строительстве спиртзавода, его, конечно, надо было строить, восстанавливать завод нужно было, но не мощностью полуторамиллионник. Мы тогда, Министерство сельского хозяйства, везде на всех углах трубило, что достаточно 600 тысячник поставить, и нам позаглаза будет достаточно. Ну, поставили полуторамиллионник в спиртзавод, вбахали туда огромные деньги, отдачи не получили, потеряли рынок сбыта спирта. Амурчане все чаще оформляют ипотеку. Только Банк ВТБ-24 в Благовещенске за 2011 год увеличил объем ипотечного кредитования в 2,5 раза. В 2012 специалисты ожидают дальнейшего увеличения спроса в 1,5 раза. Благодаря жилищному кредитованию новоселье справили 330 семей. При этом более половины заемщиков воспользовались региональной программой по субсидированию процентной ставки. После ипотеки второй по популярности банковский продукт среди амурчан – это кредиты наличными. Популярность этого вида займа за 2011 год выросла в Преамурье вдвое. Востребованы и кредитные карты. Сейчас на руках амурчан 978 тысяч карт. Активно развивается и так называемый торговый эквариум – оплата товаров и услуг с помощью банковских карт. Так только ВТБ-24 в прошлом году увеличила число терминалов в 4 раза. И еще одна амурская тенденция. Жители области стали чаще инвестировать деньги в монеты из драгоценных металлов. По итогам 2011 года объем продаж монет вырос более чем в 5 раз. При этом серебряные монеты амурчане приобретают чаще, чем золотые. А в это время малый бизнес стал брать кредитов больше. За последний год число предпринимателей в сфере производства взявших микрокредиты увеличилось более чем на 2%. Это с 7 до 9. А вот небольшие компании, работающие в сфере торговли и услуг, ухудшили свои показатели. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном российской микрофинансовой компанией. Этот вопрос впервые охватил довольно внушительную аудиторию. Почти полторы тысячи предпринимателей из 35 российских регионов. Среди заемщиков стало меньше предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. А компании, занимающиеся логистикой и обслуживанием транспорта, а также сельхозпроизводством, наоборот, улучшили свои показатели. Более выраженной стала региональная специализация бизнеса. В Амурской области услугами микрофинансовых организаций часто пользуются предприятия переработки сельскохозяйственного сырья. Исследования показывают, малый бизнес восстанавливается после кризиса и готов выстраивать стратегию развития на несколько лет вперед. В этом году ожидается, что производственный сектор будет увеличивать долю в общем объеме микрозаймов. В то же время, вероятно, сохранится тенденция к уменьшению процентной ставки на кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Открыть бизнес или организовать хозяйство на собственном подворье теперь смогут и участники государственной программы по переселению соотечественников. Новые правила программы вступили в силу уже с начала этого года. Раньше человек мог приехать в Амурскую область только в том случае, если ему здесь были готовы предоставить рабочее место. Теперь переселенцы смогут самостоятельно искать работу. Эта мера позволит большему часту наших соотечественников переехать в Преамурье. Еще одно нововведение в том, что сейчас переселенцы смогут жить в любом городе или районе, за исключением Углегорска. Раньше выбирать приходилось только между Тамбовским и Шимановским районами. Кстати, с начала этого года в наш регион перебрались 13 человек. Ожидается еще около 900 бывших соотечественников. В 2011-м в Амурской области обосновались 125 переселенцев. А всего за 4 года действия программы более 220 человек. В основном это люди, занятые в сфере сельского хозяйства и машиностроительной отрасли. Агропромышленный комплекс Амурской области готов к посевной. На подготовку к весенним полевым работам потребуется 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Ремонт техники идет по графику. До начала Амурской посевной рассчитывают подготовить 650 тракторов и 330 сейлок. На поля выйдут более 2000 машинистов-трактористов, в том числе и практиканты из сельскохозяйственных образовательных учреждений. Под посев подготовлено 788 тысяч гектаров из 938. Лучше всего подготовлены аграрии Тамбовского, Благовещенского, Михайловского, Константиновского и Архаринского районов. Посевы в 2012-м году, включая личные хозяйства, займут более 1 миллиона гектаров. Более половины пашни отдадут под сою. Амурчанам списали налоговую задолженность. 108 миллионов рублей – это признанные безнадежными к взысканию задолженности по пеням и штрафам. Долги, образовавшиеся к 1 января 2009 года, взыскать уже невозможно, так как истек отмеренный законом трехлетний срок. О налоговой амнистии рассказывает Елена Тимошенко. Недоимки за должности по пеням и штрафам, образовавшиеся у Амурчан на 1 января 2009 года, списывались в трех случаях. Если налоговая инспекция своевременно не направила физическому лицу требования об уплате налога, не подала в суд заявление на взыскание долга, а также не направила приказ из суда в службу судебных приставов для взыскания долга за счет имущества налогоплательщика. То есть в тех случаях, когда в 2012 году, в связи со стечением трехлетнего срока исковой давности, инспекция утратила право на взыскание в принудительном порядке налогов, исчисленных до 1 января 2009 года. Списание позволило расчистить лицевые счета налоговых органов от застарелых долгов, которые уже не подлежат к взысканию. К примеру, владелец автомобиля не уплачивал с 2007 года транспортный налог. Налоговая инспекция направляла автовладельцу требования на уплату налога, но в суд не обращалась. Та сумма транспортного налога, которая была исчислена до 1 января 2009, но не была уплачена, была списана. Ну, скорее всего, можно ее назвать это амнистия. То есть задолженность свыше трех лет невзысканная, по которой налоговый орган утратил право на взыскание, она должнику в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы прощена или списана. Эта разовая акция, она была проведена в этом году до 15 февраля. Больше такой акции не предвидится. Кстати, если задолженность образовалась уже позднее 1 января 2009 года, рассчитаться придется. Долг будет взыскан в принудительном порядке. Не затронула налоговая амнистия и долгов по предпринимательской деятельности. Узнать, вычеркнули ли вас из списка должников, можно на официальном сайте Амурского налогового управления. Для этого нужно воспользоваться сервисом, узнай свою задолженность. Ресурс предназначен для поиска информации по имущественному транспортному земельному налогу, налогу на доходы физических лиц. Если задолженности есть, то можно сразу сформировать квитанцию на уплату долга и распечатать. В налоговую инспекцию при этом обращаться не нужно. Задолженность можно оплатить и в онлайн-режиме, при помощи платежных систем кредитных учреждений. Ссылка на них также есть в сервисе «Узнай свою задолженность» на сайте налогового управления. Елена Тимошенко, Михаил Пестряк, экономические новости. И это все новости о мужской экономике. С вами была Светлана Вакулович. Смотрите нас, чтобы всегда быть в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова